всем большой привет сегодня я хочу снять видео видео обзор на лаки которые мне предоставила компания el curazon спасибо им большое мне предоставили на обзор 6 лаков которые вы сейчас видите на экране и помимо публикации в своем печатном блоге где скорее всего к моменту выхода видео уже будет несколько обзоров каждого из лаков по отдельности фото обзоров я решила сделать еще видео обзор потому что я знаю что очень многие любят именно видео обзоры лаков и так поехали начну я наверное с верхнего лака это вот такой приятный серо-таупово коричневатый цвет с золотисто-медным шиммером и вот его цвет 423 дробь 6 шиммер вот он на ромашке на ромашке он в два слоя и так как нету ромашки линии улыбки то наверное не очевидно получается формулов лака его плотность но я вам хочу сказать что он не слишком плотный вот если видите он там мой палец бегает и очень четко видно то есть даже в два слоя он довольно таки прозрачный и скорее всего на ноготь мне придется наносить три слоя возможно но на ногти его еще не пробовала здесь если смотреть на горлышко то видно видно в принципе по лаку что он довольно таки что он довольно таки не плотный вот но лак очень красивый я все эти лаки выбирала по и также видео ой по фото обзорам девочек в блоге они гореловой конечно много интересного также на самом сайте элькоразон размещены фотографии девочек которые снимали свои ногти в этих лаках поэтому о плотности лака я имела весьма условное представление ну вот этот лак я думаю что либо я его буду наносить в слоя на ноготь либо буду наносить в один слой на более плотную подложку цветную ну посмотрим как дело пойдет но в любом случае конечно он довольно красивый следующие два лака насколько я помню они идут из одной серии давайте начнем серенько это просто серый лак без всяких спецэффектов очень светло-серый очень приятный оттенок так вот его номер и эта серия называется джели и лаки действительно такой желейной текстуры вот здесь мне кажется видно сейчас его текстуру вполне себе хорошо как вы видите так раз начала кисточка у лаков вполне удобная сейчас пока она наполнил на лаком может быть не так уж смотрится но в принципе кисточка хорошая удобная и вот он на ромашке в два слоя как вы видите действительно серый цвет очень светлый такой пастельный даже серый если бывает пастельный серый и он тоже не самой высокой плотности но в принципе я думаю что в два слоя можно добиться удовлетворительного покрытия и он не знаю насколько это видно на камере он очень красиво как-то нежно и воздушно смотрится из этой же серии сиреневый лак тоже светло-сиреневый такой молочный пастельный вот его цвет тоже обычный он без спецэффектов тоже такой же желейной текстуры и такого приятного приятного нежно-сиреневого цвета и вот он на ромашке по-моему очень симпатичный вот три лака они все из одной линейки линейка называется фенечка и покажу вам тот который как вы уже увидели у меня сегодня на ногтях сначала покажу его во флаконе на видео он слегка неверно передается то есть на видео он чуть более синий чем есть на самом деле на самом деле он чуть более фиолетовый чем это видно на видео и если на фотографиях я еще где-то могу подтянуть уровне фотошопе и как-то вытянуть цвет то на видео к сожалению это сделать очень проблематично и вот его цвет в серии фенечка идет довольно плотного цвета подложка и и вот такое вот наполнение белые и черные точки вот так это выглядит на ногтях это смотрится и нарядно и весело и не аляповато как-то ну на мой взгляд это не аляповато и я вполне могу носить такое покрытие на всех ногтях то есть не обязательно акцентный много делать вот очень клевый и да здесь на ногтях у меня он в два слоя нанесен эти лаки я еще пока не пробовала но они из той же самой серии только другого цвета зеленый вполне сейчас достоверно передается то есть он такой глубокий чуть запыленный зеленый вот его номер и такое же наполнение и такое же наполнение и вот он на ромашке в два слоя эти лаки дают очень плотное покрытие как вы могли заметить на моих ногтях в случае с синим лаком остальные такие же плотные и и также лаки из этой серии насколько я знаю хорошо держится очень хорошо и остался у меня последний лак это уже идет такой красный с уходом в ягоду мне кажется тоже довольно похоже сейчас на камере передается так и вот его цвет и такое же наполнение на ромашке и на ногтях в принципе выглядит как сердцевинка какого-то фрукта с семечками довольно сочно и интересно такой вот интересный эффект тоже два слоя это были все лаки Элькоразон которые мне компания Элькоразон прислала на обзор и пожалуйста заглядывайте в мой блог смотрите мои фотографии и всем спасибо за внимание пока-пока